Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Рефилов Андрей. В этом видео мы с вами обсудим базовые решения для соревнования iTrade. Перед этим несколько организационных вопросов и еще раз некоторые моменты по платформе. С вами проговорим. В случае возникновения у вас вопросов по всем соревнованиям, вы можете обращаться в наш канал в Slack. Это iJourney Contest, вы видите на экране. Еще есть чат в Телеграме по поддержке платформы DSWorks. То есть это платформа соревнований, в котором также мы отвечаем на ваши вопросы. Платформа в этом году новая и соревнования представлены в формате Code Competition. Это означает то, что платформа в качестве решения от вас будет принимать архив с модулями и с вашими моделями. Будет основной модуль. В некоторых задачах, таких как NoFireVisaE и AI-Train. Этот модуль SolutionPy, который после себя должен выдавать ваши предсказания, которые уже будут сравниваться с истинными метками и по ним будет строиться линерборд. Контейнер с решением запускается в следующих условиях. Вам будет доступно 94 гигабайт оперативной памяти, 3 виртуальных ядра и одна видеокарта Tesla V100 с 32 гигабайтами памяти. То есть в таких условиях будет запускаться ваше решение и отрабатывать ваш инференс, ваши предсказания. Так, пару моментов о том, что вам нужно сделать, чтобы принять участие. То есть вам нужно сначала войти в систему DeathWorks или создать аккаунт. Ну, регистрация в принципе тривиальна. Какие моменты необходимо запомнить? То есть после того, как вы зарегистрировались, вам необходимо будет запомнить в настройках ваш профиль. То есть там имя, фамилия, город, университет, в котором вы учились, номер телефона. Затем вам необходимо будет нажать кнопку «Участвовать в соревновании». Она где-то здесь, по-моему, будет. И вам нужно будет создать свою команду. Даже если вы участвуете в одиночку, то вам все равно необходимо будет создать команду. После этого у вас появится вкладка «Загрузить решение» и вы сможете загружать решение в соревновании. Попадете в лидербор. Пару моментов. Если вы захотите объединиться впоследствии с кем-то из участников, то вам необходимо будет написать в чат поддержки DeathWorks. Вот здесь ссылка на этот чат. Для того, чтобы организаторы смогли вас объединить. То есть это делается только через них, вручную. Второй момент. Название команды. Не нужно снижать дефисов. То есть у меня, например, были с этим проблемы, появлялись ошибки. Постарайтесь такую более-менее нормализованную строку сделать в качестве названия команды. Что еще? Бывает так, что на лидерборде появляется оценка нулевая. Это говорит о том, что ваш сабмит не прошел. Внутри контейнера при выполнении вашего сабмита произошла какая-то ошибка, какой-то exception. Ребята, которые разрабатывают платформу, работают над тем, чтобы появились логи по этим ошибкам. То есть, чтобы у вас была какая-то обратная связь. Но сейчас, пока этого нет, и вам необходимо писать также в чат, в телеграме. Ребята постараются вам ответить на ваши вопросы. То есть если оценка ноль, это означает, что код не выполнен и произошел какой-то exception. Да, внимательные зрители могут увидеть, что я рассказываю на примере соревнований на FireWise AI. Но это все также актуально и для других соревнований, в том числе и для AI-Trade. Кстати, вот кнопка «Участвовать». Давайте обсудим цели и задачи соревнований AI-Trade. Задача – это построение алгоритмов для определения препятствий и элементов железнодорожной инфраструктуры. В качестве цели, наверное, можно выделить, что такие системы искусственного интеллекта, коммунитурного зрения, позволят повысить безопасность и, в принципе, являются хорошим приложением искусственного интеллекта. Возможно, такие модели будут использоваться в реальной жизни, в скором будущем. Особенность соревнований в том, что вам необходимо решить две подзадачи, которые друг с другом никак не связаны. Они полностью индивидуальны. Это задача Object Detection и задача Semantic Segmentation. Задача Object Detection будет 11 классов. Сразу скажу, что по разметке объекты и их боксы бывают очень маленькими. То есть лично мое зрение не всегда видело объект, который был в боксе, и приходилось приглядываться, увеличивать изображение. Это говорит о том, что, возможно, вам потребуется обучать изображение с большим разрешением. И также хочу сказать, что классы FacingSwitchNV и TrailingSwitchNV, которые вне видимости, очень плохо детектируются. На это вам тоже необходимо обратить внимание. В качестве разметки и лейбов приставлены боксы для каждого изображения отдельно. В train выборки вам будет доступно 8203 изображения, такое же количество JSON файлов с лейблами, боксами на изображение. То есть разметка нестандартного формата, и вам нужно будет ее перевести, например, в формат Coco, по которому код для перевода, который предоставлен в директории Evaluation. По сегментации вам также будет доступно 8203 маски для каждого изображения, то есть изображения для детекции и для сегментации у вас будут одни и те же. Хочу обратить внимание на то, что в детекции есть класс вагон и в сегментации есть класс поезд. Здесь указано примечание, что для задачи детекции требуется детектировать первые и последние вагоны поезда. А сегментация требуется для всего поезда. Давайте посмотрим, как это выглядит на данных и вообще, что из себя представляют наши данные. Данные для сегментации предоставлены в таком формате, то есть на этом изображении представлена маска, которая была наложена на исходное изображение. Синим цветом здесь выделены поезда, зеленым – основная дорога, красным – альтернативная дорога. Если возвращаемся к классам, которые у нас даны в описании, то главный ЖД-полигон под цифрой 6 у нас выделен зеленым цветом. Альтернативный ЖД-полигон под цифрой 7 выделен красным цветом. И поезд выделен синим по цифре 10. А маски в трехканальном виде предоставлены. Значение пикселей может быть как 3 нуля, 3 шестерки, 3 семерки и 3 десятки. Что еще можно сказать? По сегментации, наверное, все. Давайте перейдем к детекции. На изображении предоставлены сэмплы с детекцией. Видим, что боксов на изображении у нас может не быть. То есть в паблик-тесте и в прайват-тесте у нас может быть такая же ситуация. Видим, что объекты бывают сильно крошечные и с этим нужно что-то делать. Вот примерно в таком типе предоставлена разметка. То есть есть различные времена года, различное время суток, различная освещенность. Давайте рассмотрим, что есть в нашем репозитории. Прежде всего, хотелось бы отметить модуль SolutionPy. Это точка входа для расчета ваших предсказаний в контейнере, которые будут запускаться на серверах платформы. Из интересного здесь две функции. Это GetDetectionSolution и GetSegmentationSolution. Собственно, эти функции рассчитывают предсказания для каждой из подсадач. Они полностью независимы друг от друга, и вы можете спокойно менять код в этих функциях и в импортах соответствующих, импорт детекшн. Можете менять функции, при этом сегментация у вас не изменится, останется ровно той же. То есть у вас большой потенциал для различных экспериментов. Результатами этих функций являются два файла. Это SegmentationPredictions.json и DetectionPredictions.json. SegmentationPredictions.json – это подготовленный файл, который очень похож на формат COCO с маской. DetectionPredictions.json – это предсказание, которое полностью соответствует предсказаниям формата COCO. Далее у нас представлена директория Evolation. В ней содержатся модули masks.json, rigbox.json и Evolation. С помощью этих модулей вы можете сконвертировать предложенные истинные лейблы к формату COCO в случае боксов. Напомню, каждому изображению отдельно у нас предоставлены боксы с отдельным JSON-файлом на каждое изображение. Формат COCO – это же единый JSON-файл для всего датасета. Так вот, с помощью этой функции, с помощью этого модуля мы можем сконвертировать наши JSON-ы к единому JSON-у формата COCO с GroundRoof. Mask.json конвертирует все наши маски к единому JSON-у, очень похожему на формат COCO. Модуль Evolation.py. В нем представлены функции CalculationMap 0.50, CalculationMin.iou и CompetitionMetric. Функции принимают в себя DetectionGroundTruth.json, DetectionPredictions.json и для сегментации ровно то же. Map 0.50 рассчитывается для детекции, Min.iou рассчитывается для сегментации и CompetitionMetric – это взвешенная средняя двух этих метрик. Map 0.50 и Min.iou. Мы вам оставили эту директорию для того, чтобы у вас была возможность локально тестировать ваше решение и, возможно, сэкономить сабмишин. В директории Input представлены прямые ссылки на датасет для обучения и на базовое решение. То есть вы их можете использовать с помощью VGET и пользоваться на ваших серверах для обучения. Давайте посмотрим на Dockerfile. Здесь представлена инструкция по созданию Dockerfile для нашего базового решения. Единственное отличие от базового образа ZbergCloud – это то, что мы установили в дополнительной библиотеке, которая представлена в Requirements.txt. Ваши сабмишины будут оцениваться с помощью кастомной метрики, которая указана в Redmi репозитория. Это Competition метрик, который является взвешенным средним между Map 0.5 и Min.iou, и который мы уже показывали вам в территории Evolution, в модуле Evolution.py. Код метрики представлен здесь. Также хочу продемонстрировать возможность сортировки, ранжирования на лидер-борде по Competition метрик и отдельно по метрикам для сегментации и детекции. Можете смотреть ваши лучшие посылки, какой скор на каждой из подзадач. Давайте рассмотрим более подробно Detection Baseline IPINVM. В нем представлен код для обучения модели для подзадачи Object Detection. Прежде всего хочу отметить, что здесь есть кнопка Open in Collab. Немножко минутка рекламы. Мне кажется, Collab достаточно удобная штука и в целом она может вам сэкономить много времени. И если вы не владеете ресурсами мощными, то можно оформить подписку. Стоит она в целом не так дорого. Так вот, в этой тетрадке представлен код для обучения подзадачи Object Detection. В качестве модели была выбрана EOV5 и обучение мы будем проводить через командную строку. Давайте посмотрим, что из себя представляет репозитория EOV5. Как видно, что у него достаточно большое количество звездочек, 17 тысяч. Это говорит о том, что он очень популярный. Скрывается за популярностью то, что этим репозиторием, по моему мнению, достаточно легко пользоваться. Он понятный. Недавно появилась возможность подстановки своих аугментаций в код обучения. Также есть настройка встроенных аугментаций и настройка параметров оптимизатора. В целом, мне кажется, достаточно просто и удобно им пользоваться. Минусы этого репозитория, этой модели в том, что по ней нет статьи на архиве и нет сравнения с EOV4 и Scaled EOV4. Возможно, эти модели будут лучше работать и вообще, возможно, не лучше работают, чем EOV5. Проблема их в том, что они написаны не на PyTorch. Но, по-моему, есть какие-то репозитории именно на PyTorch. То есть, в принципе, вы можете сами потом посмотреть и поэкспериментировать с другими моделями. Кроме того, EOV5 – это одностадийная нейронная сеть. Это говорит о том, что она быстрее работает, чем двустадийная нейронная сеть. И сейчас по качеству в целом, начиная с EOV4, приблизились или даже превзошли двустадийной нейронной сети. В целом, это семейство нейронных сетей достаточно популярно для задачи Object Detection. Итак, для установки нам необходимо склонировать этот репозиторий и установить все необходимые зависимости. Также предлагаю склонировать наш репозиторий, потому что мы будем импортировать нужные функции из модуля Helpers. здесь представлены команды VGET для загрузки данных для обучения модели, команды для разархивирования. Как было сказано, у нас 11 классов. В этой ячейке мы разобьем нашу обучающую выборку на подвыборке train, валидацию и тест. В предложенном варианте бейзлайна разбиение сделано с помощью случайного, то есть, скорее всего, потребуется какое-то более умное разбиение. Так. Для обучения ELO V5 необходимо подготовить данные к нужному формату, так называемый формат ELO. Здесь представлено описание того, как должен выглядеть этот формат, видно, что должны быть две директории images, labels. В каждой из директорий должны быть поддиректории test, train, val с той частью датасета, которая соответствует названию. в каждой из этой папок должен лежать отдельно файл изображения в папке images и к этому изображению отдельно label. То есть, видно здесь 0.jpg лежит в папке images и 0.txt лежит в папке labels. Особенность label для формата ELO состоит в том, что это .txt файл, в котором каждая строчка это отдельный бокс. Давайте посмотрим на код подготовки разметки в формате ELO V5. На первом месте указывается в строке для каждого бокса порядковый номер класса. То есть, в нашем случае у класса car порядковый номер будет 0, у класса human 1 и так далее. Далее, через пробелы указываются координаты центра x, y. Далее, через пробелы также указываются ширина и высота бокса. Отмечу, что эти координаты нормализованы относительно изображения. x центр и ширина делятся на ширину изображения, y центр и высота на высоту изображения. Здесь есть замечание, что если вы не хотите пропускать примеры без разметки, необходимо оставить это условие. Это дальше учитывается при обучении модели. С помощью этих функций, которые предложены в модуле Elvers, который мы импортировали вот здесь, мы создаем, собственно, нужного формата датасет. А в файле itrain.dataset.yaml мы должны создать и описать наш датасет. То есть, мы должны создать файл с описанием датасета. Представляет из себя он следующее. Мы должны указать пути до наших датасетов, до наших частей. То есть, обучающие, валидационные и тестовые должны указать количество классов и должны указать название классов. Напомню, что порядок в лейблах считается с нуля и он считается вот по этой строчке в файле itrain.dataset.yaml Далее нам нужно выбрать модель. По стандарту предлагаются такие модели, но в бейселайне была выбрана модель ELOV5M6. Отличается она тем, что относительно обычной ELOV5M входное изображение, точнее, модель обучается на изображении 1280 пикселей. То есть, на более четком изображении. И для валидации также можно использовать это разрешение. В бейселайне была предложена замена аугментации flip LR на 0. То есть, вероятность этой аугментации нулевая. Почему? Потому что в нашем инфрацете существуют классы, которые зависят от левой, правой стороны. Собственно, нам это будет важно. Модель обучалась 16 часов на видеокарте TSVP-100, доступной на Калабе, по подписке PRO. Видно, что на валидации мы получили такое качество. Можно отметить, как я уже сказал, классы, которые вне видимости. То есть, фейсинг-свич NM и трейлинг-свич NM обучаются очень плохо. И с этим нужно что-то делать. Можно также посмотреть на то, как модель, которая была обучена на трейн и отвалютирована на вал, но не видела при этом выборку теста, как она себя показывает на ней. Видим, что общая MAP 05 518 тысячных, а общая MAP 05 у валидационной выборки 529. То есть, в целом, даже Random Sampler показал себя неплохо. То, что валидация совпала с тестом. Но хочу отметить, что в Public Test и Private Test вы не получите таких метрик, потому что там другое распределение. Но Public Test и Private Test между собой бьются, так что шейкапа в принципе не должно быть. Всем привет! Меня зовут Леонид Верховцев. Я один из организаторов соревнования AI Train. Сейчас мы разберем сегментационную часть бейзлайна, которую я подготовил, и которую можно найти в репозитории соревнования. Мы научимся готовить решение, разберем, из чего оно состоит, а также, куда класть итоговую модель. Перед вами склонированы репозитории соревнования. За исключением лишь папки Data, в которой лежат данные для обучения. Фоксы, изображения, исходные и маски. Сам бейзлайн по сегментации лежит в одноименной папке, где в подпапке SRC лежат все нужные модули. Точкой входа является Main. Так как мы еще не подготовили окружение, она выкидывает ошибки. Давайте сделаем это. Вот инструкции. с помощью которых можно подготовить окружение. Я использую конду, вы можете использовать что-то другое. Для начала создадим окружение. Активируем его. и установим пайп, через который в дальнейшем будем ставить все нужные нам пакеты. Как вы можете заметить, я использую локальные requirements.txt. окружение настроено. Давайте мы его активируем и перейдем в Main. Звучим, что внутри. Сначала идут импорты. Начали в дефолтных библиотек. Затем Torch. Это лист. Мы не будем писать свой terrain look, мы используем уже рабочий. escalern, точнее разделение на terrain и валидацию. Segmentations Model PyTorch для того, чтобы получить UNET, который мы будем обучать. Следом идут серии импортов из локальных модулей. Что лежит в Main? Сначала мы получаем списки файлов с изображениями и масками. После чего их делим на terrain и валидацию. CD фиксируем. Получаем тренировочный и валидационный датасет и настраиваем лоадеры. Тренировочный и валидационный также. Модель, как я уже сказал, будет UNET, энкодер ResNet 18. Входные каналы 3, потому что у нас RGB изображение, классов 4, бэкграунд и 3 основных несущих. Никакой активации мы не применяем. В качестве loss функции у нас будет использоваться сумма focal и dice loss оптимизатор. Adam V, Scheduler каждые 5 эпох будет умножать исходный learning rate на следующую гамму. Далее идет Custom Rainer. Посмотрим, что внутри. В Custom Rainer мы описываем только обработку текущего бача. С ней вы можете разобраться подробнее сами. Далее идет непосредственно тренировка, где наиболее важной частью являются колбэки, для того, чтобы мы могли посмотреть значения лосса, а также значения метрики на текущем степе. Важно задать директорию, куда будут сохраняться наши логи. В конце мы видим, с какими аргументами можно запустить скрипт. Наиболее важным является путь до данных, количество эпох для обучения и LockDir, куда мы будем сохранять наши логи. Пройдемся по наиболее интересным модулям. первое это Utils. Наверное, наиболее важной частью в нем является подготовка сегментационного сабмита, в котором описана логика сборки сабмита, которую было бы неплохо изучить, прежде чем делать свое решение. В модуле Transforms вы можете увидеть аугментации, которые используются при обучении бейзлайна. Они легко расширяются, можете использовать какие хотите. В модуле Segmentation Inference представлен функционал, который нужен для Inference вашей модели, а также сохранение JSON-а с предсказаниями в валидном формате. Теперь, когда мы разобрались, как устроен репозиторий, мы можем запустить обучение. Для начала активируем окружение. Убедимся, что мы находимся в нужной папке. Как мы можем заметить, это папка репозитория. Скрипт запуска выглядит следующим образом. Сначала мы указываем девайс, на котором будет запускаться обучение, после чего показываем бетон, где лежат наши кастомные модули. Далее следует непосредственно скрипт запуска. Тут мы кастомизируем только папку с логами. Запустим. Как вы можете заметить, обучение пошло. Подождем. Итак, мы снова в текстовом редакторе. Как вы можете заметить, появилась новая папка Loggears под папкой Edo в ней. В них лежат три папки Checkpoints, Logs и логи Тензерборда. Нам важны Checkpoints. Внутри них лежат сохраненные чекпоинты моделей. Давайте возьмем лучшую из них, скопируем ее и вставим в папочку Models. Не забыв при этом изменить имя на Segmentation Model и немножко поменяв расширение. Это не принципиально, вы можете указать другой путь в Solution.py. Вот и все. Часть с сегментационным с сегментом готова. Итак, давайте обсудим то, как должна выглядеть посылка, валидная посылка, для того, чтобы система смогла прогнать ваше решение в контейнере без каких-либо ошибок, без эксепшенов и так далее. Ну и так же, чтобы та самая ошибка с нулем у вас не возникала. Во-первых, в файл в директории с архивом должен быть файл metadata.json. В нем должна быть следующая информация. Видно, что здесь представлен имидж, название имиджа и entry point. как уже было сказано entry point в нашем случае, это solution.py. То есть, после выполнения инструкций скриптов именно в этом модуле должны создаться ваши предсказания по сегментации и по детекции. Итак, давайте посмотрим, что у нас еще есть должно быть в архиве. Должен быть файл solution.py. как уже было сказано, это основная точка входа. Должны быть две директории segmentation и detection. Должна быть директория models. Давайте посмотрим, что в директории models. В директории models должны быть модели detection model и segmentation model. Называться они должны именно так. Название, собственно, отражает их суть и смысл. Директория detection нужна для предсказания, для создания detection predictions JSON. Основной модуль здесь это detection predict. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, здесь видно четыре функции. Это preprocess, postprocess, getimagepredict и getdetection solution. модуль solution.py вызывает функцию getdetection solution с нужными аргументами. Внутри этой функции выполняется загрузка весов модели, переключение в режим оценивания, то есть предсказания и собственно выполнение предсказания для каждого файла отдельно. Перед этим выполняется некий preprocessing изображения и также выполняется постпроцессинг изображения. То есть здесь есть non-maximum suppression с параметрами по умолчанию, параметрами thresholdов по умолчанию и также predict у нас записываются в форме, которая необходима для какого формата, чтобы наша система уже смогла оценить JSON файл, который получается здесь detection predictions JSON, то есть вот path to detection found, ну и чтобы она смогла оценить уже с исходным файлом, с истинными метками. Итак, что у нас еще находится в директории detection? В директории detection есть директория YOLO V5, в ней директория models и utils. По сути, это те же самые директории, что есть в репозитории YOLO V5. Сейчас я переключу демонстрацию на браузер. На YOLO V5 utils и models. Есть несколько различий. Из директории models и utils выбраны не все модули и файлы, которые представлены в этих директориях, потому что не все они нужны для inference, для предсказания модели детекции. В некоторых модулях закомментированы некоторые функции и некоторые импорты. Прошу прощения. еще сейчас продемонстрирую. Например, в модуле utils general pi есть импорт utils downloads. Мы также прописали абсолютные пути, то есть здесь from detection kilo 5 utils downloads для того, чтобы было меньше проблем с контейнером на сервере. Итак, то есть для решения вам необходимо будет предоставить такой архив, в котором должны содержаться следующие файлы и директории. Директория segmentation должна быть директория source и вот эти модули, которые необходимы для расчета инференса по сегментации. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, данный видеообзор был вам полезен. В случае возникновения вопросов вы можете сейчас их задать в чат и мы вам на них ответим. Желаю удачи. Мы закончили наше видео выступление эксперта. Можно задать вопросы и вот уже вопросы появляются в чате, поэтому Максим, Андрей, Леонид, можете на них сказать. Да, конечно, всем добрый день еще раз. Первый вопрос, сколько картинок в приватной части теста? Так, у нас в паблике 300 картинок, в привате порядка 700 картинок. На приватную часть там не будет распространяться ограничение на время инференса, оно действует только на паблик часть. То есть если вы проходите по времени паблик часть, то с приватом у вас тоже все хорошо будет. Запись будет доступна, она появится на главной странице соревнования через пару дней, скорее всего. Что такое объекты вне видимости, которые находятся сбоку от текущей траектории поезда? Объекты невидимости это тоже стрелки, но на которых невозможно определить, куда прижат остряк. То есть у нас есть стрелка, которая отправит поезд влево, стрелка, которая отправит вправо. Если по картинке непонятно, левая стрелка или правая, то она помечается как в необласти видимости. То есть как Андрей правильно заметил в видео, скорее это очень маленькие объекты, по которым вообще сложно понять, что это стрелка, но непонятно, куда она смотрится. Если вопросов больше нет, то, наверное, можно заканчивать вебинар. Я так думаю, потому что видео было очень подробным, все поняли. Если будут вопросы, участники напишут. Спасибо большое всем, кто присоединился. Если есть вопросы, то пишите в Slack, в Telegram чат. Всегда готовы на них ответить. Сейчас по-моему вопрос готовится. Давайте чуть подождем. Спасибо. Леня, если ты что-то говоришь, тебя не слышно. О, sorry. Привет, Сергей. Мы сохраним JSON только один раз. Мы сначала все готовим, но на вход нам поступает исок с путями до каждой картинки. чтобы мы могли вычленить верный shape, какому resize, насколько я помню. Я верно интерпретировал вопрос? если что, будет непонятно, пиши. если вопросов больше нет, то предлагаю заканчивать. Еще раз всем большое спасибо. спасибо.